Неважно, сколько вам лет, парень вы или девушка, всем вам знакома кукла Барби, а розовый цвет в первую очередь ассоциируется именно с ней. Стиль Барби набирал свою популярность вместе с самой куклой с момента появления на свет. На мой взгляд, этот стиль вне кукольного домика был особенно популярным в 2000-х, когда в моде были джинсы с низкой посадкой, обувь на платформе, укороченные топы, стразики и блеск для губ розового цвета. Напишите в комментариях, у кого был такой. Всем привет, с вами Юля, я создатель бренда Julia F, и сегодня мы с вами поговорим о стиле барби-кор и как влияет детская кукла на мировую моду. И влияет ли вообще. Перед тем, как продолжить просмотр, поставьте лайк этому видео, вам это ничего не стоит, а мне будет безумно приятно. Барби стала иконическим образом моды и красоты по нескольким причинам. Во-первых, она была первой модной куклой, которая представляла стиль и элегантность. С момента своего появления в 1959 году Барби стала показывать модные тренды и вдохновлять миллионы девочек по всему миру. Во-вторых, Барби является символом идеализированных стандартов красоты, которые часто ассоциируются с индустрией моды. Ее пропорции, большие глаза, длинные волосы, изящное тело и смелый дух вдохновляют девочек на стремление к стилю и элегантности, а также к постоянному улучшению своей внешности. Барби постоянно обновляется и адаптируется к современным тенденциям, чтобы оставаться актуальной и привлекательной для покупателей всех возрастов, включая взрослых женщин. Это позволяет ей быть популярной и востребованной даже после долгого времени на рынке. Она стала культурной иконой, олицетворяя собой расширение прав и возможностей молодых девушек. Барби изображалась в различных профессиях, демонстрируя, что девочки могут стремиться стать кем угодно. Этот фактор расширения прав и возможностей способствовал росту популярности и влияния Барби в индустрии. Барби была одной из первых кукол, которая была представлена как успешная и независимая женщина, работающая в разных сферах, таких как медицина, юриспруденция, бизнес и так далее. Барби стала иконой феминизма и вдохновляет молодых девушек на успех и достижения в профессиональной жизни. Девочки могут создавать разные истории и сценарии для своих Барби в разных профессиональных ролях, придумывая свои собственные карьерные и личностные цели для своих кукол. Барби показывает, что женщины могут быть успешными и уверенными в мире профессий, где раньше преобладали мужчины. Это важно, чтобы вдохновить девочек и взрослых женщин быть амбициозными и стремиться к своим карьерным целям. Наконец, Барби является символом равенства полов и укрепления женской силы в обществе. Барби показывает, что женщины могут достичь любых успехов в своих профессиональных целях, если они имеют амбицию, талант и упорство. И все так радужно в этом пластиковом розовом мире. Но в связи с огромной популярностью Барби часто критикуют и обвиняют, мол, эта кукла оказывает дурное влияние на детей. И самая первая причина – это слишком нереалистичные пропорции Барби. Куклу обвиняют в создании недостижимого образа, который вызывает у девочек комплексы и нездоровое отношение к собственному телу. Порой и вину в участившихся случаях анорексии среди подростков приписывают Барби. Здесь критики правы лишь отчасти. Если кукла и задает тенденции, то в другом. А ее внешний вид скорее отражает представление общества о красоте. В наше время девочки точно понимают, что кукла – это всего лишь игрушка, хоть и очень красивая, а не образец для подражания. Они скорее могут приписывать куклам черты реальных людей, которые им нравятся – поп-звезд или топ-моделей. Возникновение комплексов – это сложный процесс. Чтобы его предупредить, чаще общайтесь со своим ребенком на важные для него темы, в том числе и о внешности. Кукла Барби – это отражение человеческих ценностей. Человек никогда не приобретет то, что ему чуждо. А такой ажиотаж вокруг этой куклы говорит нам о том, что Барби – это олицетворение большинства людей. Это как отражение в зеркале. Сегодня такое, завтра другое. Ну, мы же никогда не обижаемся на отражение в зеркале. Еще один спорный пункт – это слишком легкомысленный внешний вид Барби, который, по мнению некоторых критиков, ведет к пропаганде такого же образа жизни. Многим кажется, что Барби интересуется лишь машинами, новой одеждой. А значит, у нее или нет стабильной работы, или она принадлежит к сфере моды. Если знать больше об истории Барби, становится понятно, что это далеко не так. Напротив, в 60-е и 70-е годы она совершила революцию в мире женских профессий. Детские куклы были врачами, учеными и даже автогонщицами. Серия «Я могу быть» популярна и сегодня. Среди кукол есть и представительницы очень современных профессий. Например, Барби – разработчик видеоигр. Атрибутов шикарной жизни у Барби тоже хватает. Дома, кабриолеты, огромный шкаф для одежды. Взрослых порой беспокоит такое поощрение новых покупок, хоть и для кукол. Однако сейчас множество аксессуаров – особенность почти всех популярных игрушек. Чтобы не поощрять чрезмерные покупки, родители могут поговорить с ребенком и обсудить пределы таких трат. Пусть это будет дополнительной тренировкой экономии. Если выбор аксессуаров и одежды для кукол будет продуманным, это станет также хорошим упражнением для развития вкуса. Так, с девочкой интересующейся модой можно поговорить о базовом капсульном гардеробе. Такие знания пригодятся и для собственных покупок. Барби никогда сама не создавала модных тенденций, а уж тем более не навязывала девочкам желание обладать сказочной фигурой и пышными формами. Барби никогда не задавала тон в мире красоты и моды. Она скорее повторяла реальных транссеттеров, так еще и с небольшим опозданием. Ну ладно, это все такое о девчачьем, о женском. Наша Барби смело шагнула вперед своей длинной пластиковой ногой. Сейчас в толпе легко можно разглядеть парня или взрослого мужчину в розовой рубашке или розовых шортах. На сегодня розовая вещь в мужском гардеробе все еще смелое и яркое решение, но уже не такое недосягаемое и странное. Однако розовая болезнь все же присуща женскому полу. И доказательством тому служит огромное количество элементов гардероба в этом цвете и узнаваемые атрибуты. Массивное пластиковое украшение или диадемы в стразиках. Барби-кор это стиль в одежде, основанный на образах куклы Барби и является под видом гламура. Барби-кор возник в 2000-х годах, когда маленькие девочки и юные девушки всячески пытались походить на любимую куклу Барби. Этому способствовала как кино, так и поп-культура того времени. Пэрис Хилтон, Бритни Спирс, Риз Уизерспун из «Блондинки в законе», Баунти из «Дрянных девчонок», Джессика и ее подружки из «Цыпочки», песня «Барби-гёрл». Все это культивировало образ Барби. После затишья рост популярности на кукольный стиль начался последние пару лет. Людям захотелось чего-то яркого и позитивного, с чем и ассоциируется образ Барби. Другая причина популярности Барби-кора это модная коллекция от Валентина в прошлом году и ожидаемая в июле 2023 года премьера фильма «Барби» от Греты Гервинг. В своем видео про тренды весна-лета 2023 я рассказывала о неочевидном тренде на готику, делилась статистикой на эту тему, подкрепленной выходом сериала «Уэнздэй», а также рассказывала о бренде Валентина и о том, что они совместно с Пантон разработали свой собственный оттенок розового и закрепили его за собой, как Валентина Пинг Пипи. На показе высокой моды Валентина осенью 2022 года в Риме усыпанный звездами первый ряд сидел в унисон в розовом цвете. Энн Хэтуэй была на высоких платформах, Ариана де Босс была одета в соответствующее мини-платье с туфлями на каблуках, а Флоуренс Пью была в прозрачном платье, которое стало вирусным. Звезды кинематографа и мира моды с удовольствием подхватили этот тренд после спокойных цветов в пандемию. Теперь ярко-розовый, по мнению многих модных аналитиков, останется с нами не на один сезон. К тому подтверждение статистика в интернете. Ролики с хэштегом BarbieCore набрали в TikTok 17,8 миллионов просмотров. На зарубежной платформе ShopStyle число запросов на розовый цвет увеличилось на 44% для платьев и 31% для костюмов. То был бум 2022 года. В 2023 новый взлет благодаря фильму Барби с Марго Робби в главной роли и Райаном Гослингом в образе Кена. И пусть сам фильм вышел в прокат летом, до этого момента в интернете стали появляться снимки актеров в кукольных костюмах, они стали вирусными в сети и подогрели аудиторию еще сильнее. Это значит только одно. Мир был готов к BarbieCore и интересуется наивной эстетикой, связанной как с детством, так и со всем искусственным. Нельзя просто так облачиться во все розовое и сказать, что это BarbieCore. Чтобы воплотить в жизнь этот дофаминовый стиль, важно правильно подобрать фасон, аксессуары и завершить образ правильной прической и макияжем. Вот топ-10 особенностей, присущих стилю BarbieCore. Основной цвет фукси, однако можно использовать разные оттенки розового. Допустимы и другие цвета. Лимонный, бирюзовый, белый, беж, сиреневый, пастельные оттенки. Туфли или босоножки должны быть обязательно на каблуке или платформе. Можно добавить перья, камни, стразы. Для BarbieCore характерно много блеска, поэтому можно смело выбирать наряды с пайетками и стразами. Хорошо смотрятся металлизированные ткани. Пышная юбка или асилуэт, подчеркнутая талия, вариантов масса. Главное условие, оно должно быть, ну, очень женственным. Для вдохновения просто посмотрите на милый розовый сарафан в клетку, в котором героиня Марго Робби появляется в трейлере фильма «Барби». Прекрасный вариант для прогулок по городу. Это может быть как короткая юбка, так и шорты, также в тренде кроп-топы, особенно женственные модели в розовых оттенках, которые подчеркивают грудь. Хорошо, если есть отделка кружевом. Это может быть как отдельная модель, так и часть платья или розового комбинезона. Милые, словно игрушечные, серьги, бусы, браслеты могут быть не только в розовом оттенке. Индиго, лазурный, оливковый, перламутровый и даже белый сделают кукольный образ завершенным. Макияж не менее важен, чтобы образ получился цельным. Розовые губы и выделенные глаза, глиттер, румяна. Барби-кор это не про нют. Прическа должна быть идеальной. Не обязательно перекрашиваться в блондинку, но уложить волосы придется. Кудри, прямые локоны, начес. Можно дополнить ободком или заколками. Они должны быть заметными и подходить к образу. Пусть стилю барби-кор присуща одежда в облипку, низкая посадка, откровенные мини-юбки, топы бра и обувь на высокой платформе во всем целом образе нет пропаганды вульгарности. Чересчур оголенное тело как открытость этому миру и всему новому. Розовый цвет яркий, но он не вызывающий, как, например, красный. Женственность у разных народов интерпретируется по-своему, но более близкое к нашему понятию то, которое отражается стилем барби-кор. Подчеркивание женских изгибов тела, облегающей одеждой и декольте. Стиль барби-кор может нравиться, может нет, но он точно заслуживает свое место под солнцем. У этого стиля есть своя история, свои триггеры, хорошо узнаваемые в толпе. И такое ощущение, что у этого стиля есть свой запах. Запах детства, рвачки, сладкой ваты. Напишите в комментариях, с каким запахом у вас ассоциируется этот стиль. На этом мое видео подходит к концу. И последнее, что хотелось бы успеть сказать здесь. Мои видео про тенденции — это не призыв к действию, это скорее для расширения вашего кругозора. Не стоит одеваться в одни только тренды. Да и глупо, если честно, это все, потому что все мы разные. Кто-то врач, кто-то юрист, кто-то художник. Кому-то это подойдет, кому-то категорически не подходит. В общем, любите себя, будьте смелыми, всем прекрасного настроения и пока-пока!